Друзья, я рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заходите. Огромное спасибо за поддержку. Сейчас я предлагаю вам приготовить вместе со мной два мясных блюда, которые очень любят мужчины. Да, сегодня рецепты для мужчин. Со мной в своем масте мужчины любят мясо. Да, они не кушают так, как мы. Вареную рыбу, вареные куриные грудки, салатики. Они предпочитают все-таки жареное мясо, хорошее, свинину, говядину, печень, баранину. И как бы кто ни говорил, что приучили мужа, и он теперь кушает всю правильную еду. Но на самом деле, друзья, как только вы не видите, он, скорее всего, кушает все это в ресторане. То есть все свои любимые блюда заказывают в ресторане по огромным ценам. Поэтому предлагаю вам прекратить переубеждать своих мужей, не капать им на голову, иначе у них будет лысина. И прекратить их заставлять кушать то, что им не нравится. Пусть они едят то, что им нравится. И сегодня в этом видео будет два мясных блюда. Они совершенно разные. Объединяя их только то, что они сделаны специально для мужчины. То есть мы эти блюда с дочкой не кушаем. Мы готовим в этот день для себя отдельную еду. И, естественно, эти два рецепта были сняты в разные дни. Один мы с вами будем сейчас делать. И второй был снят в другой день. Потому что столько мяса не может съесть ни один, даже очень заядлый мясоед. Что ж, давайте приступим. Вот что я готовлю мужу. Он улетает в Израиль в командировку. И я хотела порадоваться. Я беру куриный фарш. Замешиваю туда два яичка. Хлебушек такой серенький, размачиваю в молочке. И добавляю каперсы. Если вы хотите каким-то образом переделать их под себя, кому-то, может быть, не нравятся каперсы. Вот они зелененькие. Можно добавить, например, маслины. Либо добавлять какие-то другие овощи по вкусу. Или даже соленые огурчики, если такое желание появится. В общем, нужно что-то такое интересное, маринованное, необычное, чтобы был такой привкус деликатный. Тут будет паста. Вот такая вот она вся. Тонкая, тонкая, тонкая. Всем переворачивать. Посмотрим, как прожаривается. О, отлично. Он езжает в командировку в Играю. На несколько дней он хочет его чем-то порадовать. Приятное сделать. Он любит свинину. Ну, конечно, наверное, многие мужчины любят свинину. А сам по себе фарш, он довольно диетический себе. Мы котлетки будем делать с дочкой вот такие. Вот просто из фарша куриного. Добавлен чесночок, ну и специи по вкусу, которые нравятся. На где-то 800 грамм примерно фарша я добавляю 2 яйца куриных. Знаете, очень похоже на котлетки, приготовленные на гриле. Бекон имеет такую полосатую структуру. Они все завернуты в бекон. Американский вариант. Вначале поджариваю котлетки. И потом уже закручиваю их в бекон. Вот видите, закрепляю такими палочками. Потом их вынимаю. Они для того, чтобы прижариваться бекон. Просто хорошо. Муж порадуется. Друзья, радуйте с вашим мужчиной. Хотя бы иногда. Ну, конечно, повезло тому, у кого мужчина повар. Но таких немного. Муж умеет готовить вкусно. Но не так много работает. Но у меня больше дорого времени. Все-таки я меньше работаю, чем он. И могу позволить себе баловать его вкуснятенькими какими-то. Человек должен, приходя домой, испытывать радость и удовольствие. Да. Ну и пока наше с вами блюдо готовится, я хочу сделать кулинарный отзыв. Я заказала на iHerb вот такую вот пасту. Коконат манна. То есть это кокосовая манна. Такое масло кокоса вместе с мякотью. Это натива. Соответственно, посмотрите, вот как она выглядит. То есть она у нас немножечко сейчас подтаяла. Вообще она довольно густая. Ее нужно так постараться, чтобы отковырнуть кусочек ложечка. Но вот сейчас даже удобно. Это более вариант. Она без сахара. Это абсолютно органический продукт. Каким образом я его употребляю? Я кладу ложечку в кашки. Получается вкус настоящий. Рафаэлка получается каша. То есть та каша, которую вам не очень может быть хочется есть. Или ребенок не очень любит. Но если он любит Рафаэла, конфетки. Ну, я думаю, что он с удовольствием тогда съест кашу. Вот с таким вот вкусом. Он в качестве добавочки. Эта вещь замечательная. Очень вам советую. Также вы можете добавлять его в коктейли. Ну, везде, где позволит ваша фантазия. Вещь очень вкусная. Здесь его довольно много. Это 425 грамм. Стоимость в районе 400 рублей. Ну, то есть он очень экономно расходуется. Вот видите, мы его уже используем где-то месяц. Ошел только к серединочке. И то только потому, что он растаял из-за того, что дома тепло. Очень вкусная штучка. Я оставлю ссылку со своей собственной скидкой на iHerb. То есть 5% вы гарантированно ее получите. Если скопируете промокод, который будет указан в описании к этому ролику. И вставите в свой заказ специальное окошко для промокодов. Сейчас я еще жду 2 приправы с iHerb. Обязательно в следующем ролике с вами поделюсь. Итак, у меня здесь свинина без косточки. Промываю ее обязательно всегда. С тоненькой жировой прослойкой. Вот такая специальная доска у меня есть. Она уже вся вот такая вот в дырочках, покоцанная. Я накрою кусочки мяса в полиэтиленовой пленочкой пищевой. И буду отбивать их вот в таком состоянии. Для того, чтобы не летели брызги в разные стороны. Ну вот, мясо отбито. Теперь буду прошпиговывать его немного чесноком. Двух кусочков достаточно на каждый кусок мяса. Вкусно было бы узнать, что готовите вы для ваших любимых мужчин. И что им нравится. Нравятся ли им специи, которые нравятся женщинам. Они предпочитают более простые вкусовые добавки. Например, лук, чеснок. Обязательно напишите. Мне было бы очень любопытно узнать. Ну вот, мясо нашпиговано чесноком. Теперь делаем маринад. Я кладу обычно вот такую джонскую горчицу. Порожек. Затем добавляю пару столовых ложек майонеза. Да, именно майонеза. Это мужская еда. Не забывайте. Мужчинам почему-то очень нравится майонез. Добавлю буквально чайную ложечку гранатового соуса. Такой соус вы можете найти в Турции. Он делается из гранатов, там сахара. Ну, в общем, там довольно много ингредиентов. Все смешиваем. Перемешиваем. Каждый кусочек должен быть ровно смазан. Буквально несколько перчинок раздавим для аромата и добавим в этот маринад. Хотя, конечно, муж будет вылавливать этот перец. Говорит, что он тут лишний. Но все равно все съесть с удовольствием. Чтобы перец дал свой аромат, его необходимо раздавить. Все это богатство накроем пленочкой. Вот так, плотненько. И отправим мариноваться в холодильник примерно на час или полтора. Ну, в зависимости от того, сколько у вас есть свободного времени. Я хотела показать вам быстренько подарки. Муж приехал из командировки из Израиля. Привез массу всяких красивых штучек женских. Обо всех кремах мы поговорим с вами попременно в косметическом ролике. Ну, а сейчас давайте обсудим вкусняшки. В основном печенье вот такие. Вот их очень много. Выбор огромен. То есть, вот такие вот спрессованные. Прямо буквально цельнозерновые. С примесью различных зерен. С семечками. И при этом у них натуральный вкус шоколада. То есть, там еще добавлено какао. В общем, это невозможно прочесть. Гранола. Ну, то есть, в общем, это гранола. Такая вот красота. И вот такие вот замечательные чипсы. То есть, просто буквально резанный и сушеный кокос. Вкусная, полезная еда. Ну, уж гораздо лучше, чем чипсы, которые продаются у нас. Они в сетях вот таких вот магазинов. Невозможно, конечно, это прочесть. Есть номер телефона только. Ну, очевидно, что еды довольно много. Такой очень здоровой. И есть большой выбор. Тоже не по баснословным ценам. Такая вкуснятия, да? Когда свинина как следует промаринуется, мы будем обжаривать ее в панировочных сухарях. Совершенно обычно. Будем украшать дольками отваренного уже картофеля. Естественно, я его почищу. Долечками помидоров, которые вот таким вот образом нарежем кружочками. И уберем место прикрепления веточки. Сыр на крупной терке. И будем класть сверху для того, чтобы эта шубка, которая будет сверху на вкусной жареной свининке, как следует запеклась, приобрела красивую курочку. Свинина уже замариновалась. Теперь мы можем ее обжарить в сухариках. Я люблю жарить на масле подсолнечном с добавлением оливкового. Оно дает более мягкий вкус. Обмакиваем как следует со всех сторон. Что ж, вот уже последний кусочек поджарился. Режем его на полосочки, так же, как и эти. И выкладываем на некотором расстоянии. Так, чтобы можно было порцию всегда уменьшить. То есть, брать не целый кусочек свинины под шубой, а половинку или четвертинку. Ну и теперь украшаем картошечкой. И помидорчиками, а сверху засыпать сыром. Таким образом, это блюдо уже содержит в себе гарнир. Никакого дополнительного гарнира не нужно готовить. Это очень удобно. Если вам хочется еще что-то сюда добавить, ну, к примеру, какие-то еще овощи. Можете тонко нажарить кабачочки. Или, например, перчики. Ну, то есть, все, что вам нравится. Также может пойти сюда чуть подпеченный лук. В уже вот это готовое блюдо. Либо вы можете жарить мясо уже с луком. Что ж, теперь отправляем это на 15-20 минут на 180 градусов. В хорошо разогретую духовку. Так, чтобы сверху корочка схватилась. И блюдо имело очень красивый вид. И дальше его уже можно будет подавать на стол. Вот в итоге получается такая красота. Надеюсь, ваши мужчины, если вы им приготовите такую прелесть, тоже будут счастливы. Итак, друзья, я рада, если это видео показалось вам интересным, познавательным. Очень прошу вас, поделитесь своими рецептами тех самых блюд, которые вы готовите специально для мужа. Если такие, конечно же, есть. Что ж, спасибо, что вы были со мной. Желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!